здравствуйте меня зовут анастасия гулис я приветствую вас на канале про цветок и сегодняшняя наша тема хранение гладиолусов зимой во время хранения очень часто у любителей возникают проблемы и сегодня я постараюсь осветить эти проблемы и подсказать пути их решения прежде всего стоит сказать что самая главная проблема мы создаем себе сами они связаны с тем что во время выращивания в течение летнего периода допускается ряд существенных ошибок в агротехнике этой культуры агротехника на самом деле разработана очень давно и она несложная но важно соблюдение каждого этапа этой агротехники прежде всего это время посадки многие любители не знаю с чем это связано бывает это связано с недостатком времени весенний период либо с какими-то погодными условиями затягивают сроки посадки есть отличный способ определить грамотный момент посадки гладиолусов это время когда вы сажаете картофель картофель и гладиолус они друг для друга указатели при выращивании когда лист на березе распускается размером с 3 копеечную монету это время наступило то есть можно без боязни высаживать и картофель и клубни луковицы гладиолусов если мы высаживаем гладиолусы позже то средние и поздние сорта зацветают позже клубни луковицы не наращивают достаточной массы к моменту хранения больше повреждаются вредителями и кроме того не образуется детка она не вызревает а здесь детка при хранении это очень важный момент то есть мы уже разобрались с вами с моментом посадки следующие этапы которые очень часто нарушаются это отсутствие химических обработок от вредителей и болезней многие любители говорят что у них пропадают вырождаются гладиолусы это неправда они не пропадают они не вырождаются они болеют они болеют очень так же как и люди вот основным переносчиком и грибных заболеваний и вирусных инфекций являются такие насекомые как трипсы трипсы это мелкие сосущие насекомые мы чаще всего их не видим мы видим только среди следы их повреждения их работы на луковицах и на листьях цветы если доходят до цветения деформируются у них появляется обесцвечивание самого цветка очень часто не развивается цветок в полной мере то есть он получается недоразвитый маленький на листьях появляются обесцвеченные полосы чем опасны трипсы они мало того что переносят возбудителей различных заболеваний они во время зимнего хранения повреждают нашу клубни луковицу и клубни луковица может засохнуть к моменту весенней посадки полностью хотя она засохнуть может и по другим причинам значит для того чтобы мы получили к моменту выкопки хорошую здоровую клубни луковицу за летний сезон проводятся как минимум две обработки от трипсов применяются препараты которые внесены в список разрешенных препаратов на территории республики беларусь но это такие инсектициды как энтовир фуфанон актелик последняя обработка проводится за две-три недели до выкопки гладиолусов сроки первой обработки не регламентируются но как правило она проводится с момента появления ростков и отрастания их на высоту где-то 10-15 сантиметров вторая третья обработка проводится ну как обычно раз в месяц проводятся обработки тогда в общем-то достигается достаточный результат по избавлению от такого вредителя как трипс что еще может повлиять на качество хранения наших клубни луковиц это такой момент как отсутствие прочистки прочистку как бы вам не было жалко ваши клубни луковицы ваши гладиолусы которые вроде бы как должны зацвести красиво и замечательно ее надо обязательно проводить то есть в период вегетации когда вы видите свое растение обязательно нужно удалять растение у которых ненормальное развитие листьев то есть листья не достигают положенных размеров либо они скомканные затем на что еще следует обратить внимание на типичную окраску цветов на неправильное их расположение в колосе как правило это указывает на то что растение повреждены вирусами либо заболеваниями ну вот наконец мы дорастили наши клубни луковицы до момента выкопки что мы должны сделать но прежде всего конечно постараться выкопать в хорошую сухую погоду так чтобы было проще работать с ними вот если у вас почва тяжелая глинистая то клубни луковицы после выкопки рекомендуется мыть если почва песчаная либо торфяная легкая хорошо обтряхивается то мытье не обязательно клубни луковицы могут сохраниться хорошо и без мытья если на них нету прилипших частиц земли как обреза как выкапываются клубни луковицы но это наверное конечно вопрос отдельные темы вот но тоже следует на это обратить внимание при выкопки сразу коротко обрезается клубни луковица обычно оставляется пенек 2-3 сантиметра не более оставлять большой пенек это неправильно и когда выкапывается клубни луковица то мелкая детка которая имеется у основания каждой клубни луковицы ее тоже нужно собирать выкапается клубни луковица отдельно по сортам выкопали один сорт сложили отдельный пакет пакеты желательно для этой цели использовать бумажные либо использовать для этой цели сетчатые коробочки пластиковые что еще важно сделать при выкапке но это конечно дело привычки но вообще рекомендуется старую здесь на этих клубни луковица хуже нету донца старую клубни луковицу удалять сразу при выкопке вот если клубни луковица плохо вызрела то есть если она была посажена очень поздно ли было плохое лето то донца будет обламываться с повреждениями клубни луковицы то есть так как можно определить вообще готова ли клубни луковицы к выкопке если детка покрылась вот этой чешуей и чушуя приобрела цвет от желтого оранжевого до коричневого значит уже к выкопке мы готовы если основная масса детки белого цвета значит луковица еще не готова и еще копать рано вот но это опять же к вопросу о сроках посадки значит мы выкопали нашу клубня луковицу если в течение сезона вы не смогли правильно провести обработки от вредителей либо вы видите что по растению перемещаются трипсы то сразу же при выкопке мы расти клубни луковицы не только моем моих моем в растворе фунгиоцидов и инсекцицидов которые будут защищать наши клубни луковицы от болезней и вредителей в зимний период хотя бы частично обработки проводятся удобнее всего проводить в сетчатых мешочках но вообще как бы в чаще всего в практике применяются чулки обычные женские это очень удобно на самом деле они достаточно мелкие имеют отверстие и в них не просыпается ни детка не сама клубни луковица мы обработали наши клубни луковицы затем важный момент это сушка клубни луковиц она происходит при комнатной температуре либо при температурах чуть выше комнатных около 25-30 2 градусов температуры идеальная вообще для сушки гладиолусов на протяжении первых двух недель если две недели вот они у нас при такой температуре побыли тот затем где-то еще две недели мы сушим при комнатных условиях и производим первую чистку клубни луковиц в чем заключается первая чистка при первой чистке мы удаляем покровную чешую в зависимости от размера клубни луковицы удаляется либо одна либо две покровных чешуи так чтобы на поверхности нашей клубни луковицы не оставалось следов контакта с землей на этом мы первую нашу чистку закончили и клубни луковицы мы можем закладывать на хранение но при одном условии если мы во время первой чистки обнаруживаем на донце на очищенной части там где мы видим саму мякоть клубни луковицы какие-либо пятна это повод к обработке нашей клубни луковицы что мы можем сделать в случае обнаружения поражений клубни луковицы берется острый нож с острым кончиком очень хорошо для этой цели подходит медицинские скальпели вот мы просто берем ножичек и острым кончиком вырезаем поврежденный участок при этом мы вырезаем его так чтобы захватить неповрежденную ткань то есть чтобы наша дырочка была больше чем площадь повреждения и затем вот это место повреждения мы обрабатываем дезинфицирующим препаратом вообще конечно проще всего использовать аптечную зеленку бриллиантовой зеленой она бывает в форме карандашей таких фломастеров очень удобно для обработки при этом вы не испачкаете руки вот но и еще еще достоинство зеленки вы всегда видеть те места которые вы уже обработали от заболевания вот если зеленки нету либо вы не доверяете такому проверенному народному средству можно использовать такой дезинфицирующим антисептик как хлоргексидин тоже очень хорошее средство причем им можно обрабатывать клубни луковицы просто окунание то есть окунули донса вот это поврежденное и вынули он есть в свободной продаже в аптеках и в общем то хорошее средство действительно хорошо себя зарекомендовала на этом этапе мы не производим никаких обработок инсектицидами и фунгицидами потому что на самом деле в этот момент уже время упущено мы уже пытаемся сохранить то что у нас есть как хранить сами клубни луковицы вот после первой чистки мы убедились что наша клубни луковица хорошо высохла у нее нету видимых повреждений на очищенной части и мы убираем нашу клубни луковицу на хранение ну на самом деле в комнатных условиях хранить клубни луковицу достаточно сложно большинстве квартиры домов у нас сейчас стоят стеклопакеты раньше любители хранили во времена деревянных окон на подоконниках даже часто просто в картонных коробках еще помню моя бабушка так и делала она хранила гладиолусы сложенная коротку в картонной коробке от обуви вот вот так вот не лежали красивенько у нее в коробке в рядочек и они стояли на подоконнике из которого безбожно дуло просто вот там дуло так что там завывало и для них было это прекрасное место для хранения сейчас у нас таких подоконников молокова найдется промерзание глазиолусы не выносят поэтому нам придется хранить либо в погребе но при этом важно важный очень момент чтобы в этом погребе не было излишней влажности то есть хранить его в погребе в котором мы храним яблоки не стоит потому что влажность при хранении яблок гораздо выше 60 процентов которые не должна превышать влажность при хранении гладиолусов клубни луковиц если же мы храним картошку то в принципе в таком погребе если мы не видим откровенного конденсата на стенах в принципе можно хранить наши клубни луковицы вот ну жителям городских квартир конечно такое не 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 подходит способ хранения особенно если на даче на вашей не оборудован нормальный погреб не промерзающий тогда приходится прибегать к помощи нашего холодильника как бы ваш супруг не ругался место в ящике для овощей под клубни луковицы вы отвоюете затем мы храним наши клубни луковицы на протяжении наверное где-то до середины февраля но все это время мы конечно про них не забываем мы периодически просматриваем нет ли признаков плесени не цирили ли наши клубни луковицы если вдруг такое происходит а то либо мы удаляем чешуи которые повреждены плесенью ну как правило при нормальной влажность этого не происходит в принципе а вот либо если мы видим что клубни луковицы слишком отсырели мы их достаем из пакета вообще конечно идеальным материалом для хранения клубни луковиц является бумажные пакеты вот если вы не поленитесь и сделаете такие пакеты то гладиолусы будут вам очень признательны либо картонные коробочки подходящие для вас размеров после того как прошел вот этот период хранения где-то уже в середину конец февраля зависимости от того как у какой объем нашей коллекции какое количество клубни луковиц нам предстоит подготовить к посадке мы достаем их из холодильника и производится вторая часть к клубни луковиц значит во время второй чистки мы удаляем чешуи практически все вот во время второй чистки удаляются чешуи с клубни луковицы полностью оставляется только причем тут спешить не стоит с этой операции она такая медитативная она хорошо подходит к тому моменту когда вы сидите перед телевизором и смотрите что-то такое малозначительное вот что у нас получается после второй чистки вот она у нас голенькая но он с ничем не прикрыта мы смотрим состояние ткани нашей клубни луковицы если мы обнаруживаем на ней какие-либо повреждения а здесь они имеются к сожалению то мы их тоже удаляем ну и опять же мы обрабатываем наши ранки дезинфицирующим средством в таком виде наши клубни луковицы по сути уже подготовлены к посадке за небольшим исключением то есть где-то вот с середины конца февраля мы проводим вторую чистку и храним наши клубни луковицы если у вас при чистке обнаруживается что на клубни луковицы просыпается центральная почка там очень часто появляется уже такой серьезный достаточный росток моменту февраля то естественно возникает вопрос сохранится ли наши клубни луковицы до момента посадки живом состоянии что можно сделать таком случае если росток не превышает величины 2-3 сантиметра то есть он небольшой он еще ну не очень страшно выглядит он не может так прямо обломаться от любого неосторожного движения то в принципе такие клубни луковицы если донцы их нормальные сухое на нем не просыпаются корешки мы убираем в пакет и храним в холодильнике до момента посадки практически вот если же очень длинный росток если он уже больше трех сантиметров то конечно такие клубни луковицы сохранить будет очень сложно но если не провести определенное мероприятие значит ну что можно посоветовать посадка горшочки это конечно крайние меры которые вынуждены привык прибегать любители чтобы сохранить особо ценный какой-то понравившийся сорт потому что сохранить просто в условиях холодильника такой луковицу будет очень сложно потому что до момента посадки остается еще как минимум два месяца в среднем в беларуси сроки посадки гладиолусов вот как у нас ботаническом саду высаживается гладиолус это первая декада мая бывает в последние годы как-то это бывало даже и последняя декада апреля ну как правило первая декада мая начинается посадка гладиолуковиц грунт вот то есть до этого момента сохранить конечно будет очень сложно растение проросшие вот поэтому их удобнее всего высадить в отдельные контейнеры ну либо если у вас некоторое количество клубни луковиц одного сорта их можно высадить в один контейнер но достаточно глубокий чтобы у них могли нормально развиться корни вот при этом клубни луковицы не заглубляется то есть она не высаживается так как мы высаживаем клубни луковицу грунте мы ее просто кладем на поверхность грунта и даем ей прорастать вот а затем при необходимости мы ее высаживаем очень удобно для высадки использовать такие контейнеры которые не надо снимать как его сделать мы берем цилиндрическую цилиндрическую емкость мы обкручиваем листом бумаги нашу банку ну обычно несколько оборотов достаточно совершить и загибаем ее донышко так и затем банка вынимается у нас получается вот такой как бы как как контейнер вот мы этот контейнер наполняем грунтом ставим плотненько их ящички и высаживаем наше растение вот в таких контейнерах очень удобно высаживать растение которое плохо переносит пересадку вообще такие как например гладиолусы в принципе мы с вами подошли к моменту готовых посадки клубни луковиц и на этом тему нашего выпуска можно считать законченной до свидания с вами была анастасия гулис если вам понравился наш выпуск ставьте лайки пишите комментарии если остались какие-то вопросы